Привет, ребят! Привет, мои хорошие! Утро начинается с кофе. Уже кофе попил, все хорошо. И сейчас, как видели, последнюю кашу дал, надо собакам наварить. Сегодня на хозяйстве, главный Иришка тёща помогает узлы разгребать. А я сегодня на собаках и на всём остальном. Поехали! Сейчас в очередной раз выливаю чайник полный кипятка в раковину. Это конечно так, мёртвому припарка, но всё равно. Периодически это делаю в надежде, что что-то произойдет, в плане улучшения. Ну как бы чутка получше стало уходить. Но не уходит. Медленно, печально, странно. Чудеса да и только, короче, ребят. Ладно, пока каша варится нашим собакенчиком, собаканчиком, собакенчусом, собакам, буду печь хлеб. Буду хлеб печь по этому же рецепту, который пёк. Несмотря на то, что просили попробовать приготовить французский нафиг. Тут уже проверено, тут уже получается, как бы то ни было, хлеб съедобный, значит будем делать его. Показывать опять же не буду, покажу потом готовый результат, что получилось, если получится. Что-то макоончики не ешь, Жуик. Сухой корм трескает. Видать вкуснее. Ну что, ребят, как всегда, не хватает ингредиентов, мука закончилась. Сейчас тут в столе гляну ещё. Да, лыжи, может скажи в столе есть. Макооны. Вот и напекли. Ну сейчас пойду за мукой, ребят. Потому что дрожжи уже, ой, насыпал. Пора сыпать муку, а её нет, ну процесс-то надо уже продолжить, закончить, я бы сказал. Ещё один чайник бухнул, ребят, и налил туда ферри. Видите, пена какая. Чтобы вот эти жировые отложения всё как бы, ну, по возможности разъело. Но как-то не очень уходит. Ой, какой-то гейзер, булькотит. Периодически. Пиздец, конечно, с канализацией. Ну ничего, дожмём. Там осталось чуть-чуть, буквально трубу пробили всю. То есть лохмутов достались трубы очень много, только в самом конце, куда не достала проволока, там ещё что-то есть. Может вот это поможет. Ух, блин, хотел же, ребят, сейчас за мукой сгонять, но уже закипела вода. Насыпал макарон, я не знаю. Может, конечно, на маленький огонь поставить и быстренько сгонять, что думаете. Ой, успею или, ну, надо же, по идее, помешивать или оно уже ничего не будет. Ну, если на маленьком огне оставить, вот предварительно расковырял его, чтобы не слиплось, или дождаться, чтобы закипело. Сейчас подумаем. Ребят, короче, никуда я не уходил, решил не рисковать. Вот мои макароны, в принципе, сварились, распухли уже. Ой, где чуть-чуть подликли, неважно. Я даже воду сливать не буду, но обычно, обычно так собакам делаем. Сейчас прямо туда вот эту тушенку хлопнем и пусть остывает. Или, не знаю, тушенка, не тушенка. Жоа знает, да? Тушенка или это не тушенка. Лайк. Ставьте лайк, господа. Сейчас, чтобы жирок растаял в горячей воде. Сейчас утопим, оно так и будет, и растает. Потом тщательно перемешиваем, и даем всей этой системе остыть. Оп! Не понял. Мне нужен мешок для мусора, а его, похоже, и нет. Дело в том, что у нас мусорный пакет, который вывешиваем, или собаки разорвали, или мусорщики, когда вывешивали, ну пакет порвали, часть мусора рассыпали. И надо бы собрать, но не оставлять же за собой такой бардак. Блин, пакета нет, в чё собрать. Ладно, сейчас за мукой сходим, с остальным разберемся несколько позже. И вот мать закваску давала, это тарелочки ещё на холодец давала, всё никак не отдадим, надо отнести, вернуть на исходную. Лила, нельзя. Нельзя, Лила, тебе что сказал, домой. Я что Лилу не выпускаю, ребят, потому что сосед пожаловался, что она залазит к нему туда, что Санька. В огород жена пугается, собака всё-таки большая, поэтому сейчас не выпускаем, или выпускаем, но погулять, ну как под приглядом. Вот, на Жорика претензий нет. Всеобщий любимец, да Жора? Ребят, что хотелось бы сказать, как бы сейчас уже не так холодно, потеплело, но морозит всё равно присутствует. Сейчас, наверное, по ощущениям, минус 10 где-то, наверное, нормально. Блин, лёд голимый. Вот если видно, ребят, можно откуякнуться, на машине вообще жопа ездить. О, просто лёд. Да, Барбос? Просто лёд. Ха-ха-ха-ха. Ну привет, родная хата. Что они в кухне, не в кухне. Ни фига, сплять надо. Что-то на собаку крутилка не работает. Надо спасать. Сейчас покажу, что случилось, что случилось. Гляньте, как запуталась. Что-то тут какой-то песец. Там же должна крутилка срабатывать на конце цепка. Тихо. Видать. О, что-то Антон собрал не так. Вот она крутилка, просто сбоку. А цепь саму одел. Блин. Сейчас надо переделать. То есть, ребят, показываю. Вот она цепь. И тут кольцо. Соединять между ними, которое кольцо. Ну или карабинчик. Тут этого нет. Сейчас надо какую-то проволоку найти. Ну, чтобы скрутить. Иначе она опять запутается. Не дело. А ну-ка, вот старая цепь. Разогнуть вот эту фигню я не знаю чем. Можно, но чтобы сделать. Кстати, вот это кручение тут гораздо лучше сделано. Музыка. Музыка. Всё, хорошо. Гляньте, как коты верёвку раздербанили. Дерут. Чесалку. Тут поменьше. А тут прям коматоз. Ну, это значит, лишь одно. Нравится. Что такое? Я вам, вот эти банки принёс. Я из-под холодца забывал. Ой, боже. Забываешь. Прям куда-то. Бегом. Блин, спасибо. Ну всё, хватай что-то. Что вы думаете? Дай час, бля. Спасибо. В ведро он стоит. Не, ну всё равно, что ж раздавать тебе. Ну, конечно. Ну всё равно, спасибо. Всё, свобода тебе, свобода. Теперь не запутайся. Да, пожалуйста, пожалуйста. Рыжая. Сейчас магазин, покупаю муку. И домой печь хлеб. Не французский, простой. По старому доброму рецепту. Ой, бля. Что-то грузятся, выгружаются там. Ой, обслужат ли. Всё, ребят, купил муки. 43 рубля штука килограмм. Теперь наш пекарь-аптекарь, ну то есть я, сейчас займётся выпечкой хлеба. Фух. Снабдил провиантом собак, теперь надо провиантом снабдить себя. Ну и Ришка подойдёт, когда что было, что поесть. Опа! Джордж веникоепный. Сейчас, Жорик, домой идём. Оставил макароны, ребят. И что-то мне или глючит, или, 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 или прям горелым воняет. Но я вроде выключил их совсем, может опять не в ту сторону повернул. Да, Жора, да, но это не тебе. Пыгаешь. Да не. Вроде на улице, может не от моего дома, как правильно сказать. Газ не горит. Мука. Курона. 43 рубля. Вот это я засунул. Пельмени в карман положил. Они что-то не достаются. И да, ребята, мама снова угостила. Как всегда, не хотел брать, но неудобно. Сучила. 33 пельменя. Как бы то ни было, маме большое спасибо. Хай лежат. Так, у меня что-то тут со сдачей осталось. 100 рублей брал. 57. Ну правильно всё. Что такое ощущение, ребят, что ну вот осталось, тут пол килограмма не будет. Ну это, наверное, ощущение. Сейчас я высыплю прям прякок для проверки, для успокоения своей души. Перевешу. Неужели нас дурит славная добрая корона? Ни фига себе. Сейчас всё узнаем. На то мои блохеры. Ну конечно дурит. Не сильно. Там был 501 грамм. Ой, то есть получается, получается 17 грамм с каждой пачки. Нормально. Ещё сама бумага что-то весит. Ну 20 грамм. Блин. Ребят, ну опять всё насыпал. Нет подсолнечного масла. Кидаю сливочного. Ну там надо полторы ложки растительного масла. Кидаю по размеру. Только сливочного. Ну примерно по объёму как полторы ложки. Конечно это не совсем масло, но выход надо какой-то искать. Не машина и ладно. Так прям. Оно пожёстче, поэтому мы его побольше кидаем. Налили воды. 330 миллилитров. Ставим наше ведро в чудо-печь. Опа. Меню. По-моему три я ставил. Да. Ну на этой программе во всяком случае у меня получалось. Ставим на выпечку и переходим в режим ожидания. Ждём, когда что-либо из этого получится. Обязательно получится. Не переключайтесь, ребят. Ожой у нас идёт гуять, да? Газуль. Там холодно. Жой их не хочет. Протёр весы, ребята, до после этой готовки. Основательно их замусолил. Чистота же залог здоровья, ну типа. Перемешал макароны. Блин. Запах изумительный. Нас в армии даже так не кормили. То есть если вообще тяжко с едой будет, можно купить банку этой тушенки. Мяшок макарон, это на 100 рублей получается. И неделю можно жить припеваючи. Конечно, не самый лучший вариант, но если как бы есть будет нечего, придётся, можно. Ребят, пока жарится хлеб, ну что, сейчас голодать буду. Вареники. Вареники с картошкой домолепные. Попробую разогреть. Не знаю, может воды чуть-чуть налить надо было бы. Ну, короче. Думаю, сейчас разогреются. Дело в том, что в микроволновке не могу нагреть. Потому что сейчас и хлебопечка, и микроволновка может пробки выбить. Если всё на максимум пойдёт. Сейчас так, как-нибудь разогрею. Думаю, получится и поедим. А сейчас пойдёмте. Покажу вам, что у нас с хлебопечкой. Блин, она крутить перестала. Но тесто взбитое, подошедшее, ну так хорошо всё. Я в том плане, что лопатка не снялась. Она сейчас как бультыхала, когда прям видно было, что тесто хорошее. Такое, ну, сдобное, пушистое, классное. Надеюсь, и хлеб получится. Огонь. Ну что, вот мой завтрак или полдник уже и готов, ребят. Выглядит, может и не очень, конечно, но пахнет очень здорово. В силу того, ну, лук поджаренный, все дела. И если складывается впечатление, что за баком я приготовил пищу гораздо лучше, импозантнее, веселее, вкуснее, визуализированнее и симпатичнее, нет, эти вареники гораздо вкуснее будут. Сейчас попробую. Ну что, ребят, пришло время попробовать этот изыск. Собачью еду не пробовал, ну уж извините, чтобы подписать ее вкусовые качества, помимо визуализации. Горяченько. С нежной поджаристой корочкой, на сковородке грел. С картошечкой, домолепные, с лучком. Лучше не придумаешь, советую. Ну, по возможности, кто может, налепить, нажарить, сварить. Приятного аппетита, кто, в принципе, кушает. Вот. Я сейчас позавтракаю по обеду, как раз хлеб дожарится, покажем результат, ребят. Ну, думаю так. Я хлеб посмотреть, уже как бы фаза между выпечкой, я не знаю, как правильно сказать, в середине. Один час времени осталось. И гляньте, какой хлеб классный. Через край, Лизы. Так, 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 так. Ребят, пропикал что-то хлеб, а не... Вау. Он пропикал, но еще не допикал. Еще 11 минут. Ну, гляньте, какой цвет. Блин. Я не знаю, что я сделал не так, но, кажется, хлеб получился вообще на славу. Чжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж кажись испекся наш хлеб ребят я так понимаю это буковка h подогрев а вот он и наш хлеб забыл поставить темную корочку муж из-за этого как бы получилось не надо было короче потому что поломатая какая-то эта машинка но в чем причиной почему получилось в этот раз достаем хлеб показываем результат вот это хлеб вот это хлеб вот это огонь шик блеск шар вот это мне уже нравится прям конкретно разрезать не буду ребятки пускай чуть-чуть остынет а я как бы иду монтировать вот это видео всем пока ребятки всем добра подписывайтесь оставайтесь с нами помните что вы у нас самые лучшие что мы скучаем и ждем вас в следующем видео пока добра и хорошего настроения пока ребятки по возможности делитесь этим видео пока